Я проснулась и поняла, что я хочу стать годкой. Я не сдержалась и стала годкой. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня... Я не сдержалась и стала годкой. Привет, ребята, кто смотрит это видео. Оно даже очень интересное. Возьмите, пожалуйста, колготки. Вы не видели меня новой. Я стала годкой. Я не сдержалась и стала годкой. Я продолжаю ходить и раздавать людям колготки. Как до этого вообще дошло? Ну, у кого на канале вы еще такой бред найдете? Сейчас я предлагаю узнать, какие виды годок бывают. Мы должны узнать про годок все и выбрать оптимальный годский вариант для того, чтобы стать годкой. Я не сдержалась. Я стала годкой. Я провела много часов, пару минут, чтобы узнать, какие виды готов существуют. Оказывается, их огромное количество. Какие виды... Виды механической энергии существуют. Какие виды конфликта интересов выделяют. Какие виды информации воспринимаются компьютером. Какие виды искусства и почему называются синтетическими. Какие виды речи бывают. Блин, мне теперь интересно узнать, какие виды речи бывают. Что? А, это про устную, письменную и внутреннюю. Учитесь усерднее, чтобы такие вещи не забыть. Какие виды готовы бывают. Какие виды кофе готовит кофемашина? Вау! Нет, типа, серьезно, спасибо. Мой компьютер, ты просто самый лучший. Лайк, подписка, краш. Но все-таки почему? Почему вообще какие виды готовы бывают? А мне вот это, какие виды кофе готовит кофемашина. О! Я выяснила, что существует несколько разных типов готов. Античная готка. Имеются в виду готы, отдающие в имидже предпочтение стилю определенных исторических эпох. По стиль готка металлические шипы, кресты, перевернутые кресты, цепочки, мрачный макияж. Сочетает мрачные тона с нежными постельными цветами. Киберготка готы, тяготеющая к киберпанк эстетике. Внешний вид представляет собой фетиш готов с техногенными наворотами. Гранж-бока, английские булавки, рваные джинсы, кожаные куртки, жилеты. Все это здесь отличается от панков более стильным и мрачным видом. Я стала готкой. Я считаю, что мы должны сделать с вами выбор. Шаг номер два. Чтобы стать настоящей готкой, после того, как мы определились с видом нужной нам готки, это правильная одежда. И теперь мы направляемся в магазин. Москва-сити. Красиво. Большой торговый центр. Так что надеюсь, что все найдем то, что сегодня должны найти. Так что го-го-го. Надо стать готкой. Давайте пойдем в папсный цун и попробуем стать готкой там. Ладно, этот цун за стун, но как бы тоже подойдет. Ну, типа роскошь благородства. Прямо буквально вообще идеальная обувь получается. Настоящая годка. Не, ну просто вообще шикарно. Настроение кастом, которое мы заслужили. Горанж-готка. Горанж-готка. Окей, я выбрала себе одежду. Это ремень от косплей выпал. Нет, ну вы видите, да, это? Точнее, вы видите, что вы этого не видите? Что тут нету черного парика. Тут есть только коричневый, блин. Это мужской черный парик. Это не женский. Это короткий. Вообще нет всего. Блин. Боже, это такой провал. Это такой провал. Вот так всегда оно и происходит. У меня кто-то просит вещь, я ее даю. Потом я забываю о том, что дала вещь. Человек мне вещь не возвращает. В итоге, спустя полгода выясняется, что как бы... Ты не станешь годкой. Ты станешь колготкой. Колготкой, блин. Потому что, ну, невозможно с коричневым париком сделать именно образ такой прям максимально аутентичный. Вообще, вот это что это? Вот что это такое? Это что? Ну, какая годка? Ну, это... Блин, он еще даже и не обрезанный. Господи, я похожа на росомах бомжа. Это бомж-росомаха. Ну, что это такое? Ну, ужас какой-то. Если вы не знали, как выглядит бомж-росомаха, теперь не знаю. Ребята. Я стала колготкой. Я стала годкой. Короче, я сижу, наверное, в самом ужасном виде, из тех, который только возможен. Хуже вы, наверное, не видели меня еще на ютубе, но поверьте, этот день был насыщен и наполнен драмой. Это был ужасный день. Махая 285, как бы, передаю всем привет. Погибшим здоровьем. В общем, неважно. Я подумала и решила, что важно быть не только годкой, но также колготкой. Но как можно быть колготкой? Только если раздавать колготки. Потому что если ты становишься колготкой, то ты должна дарить колготки. Господи, что ты мой? Типа, у меня просто много колготок. Серьезно, с того года еще валяются. Я просто не ношу колготки. Вот. Типа, я не вру. Ну, кого на канале вы еще такой бред найдете? Окей. Я не сдержалась и стала колготкой. Как до этого вообще дошло? Я стала годкой. Пользуясь случаем, я решила выщипать брови. Ну, как бы, получилось как всегда. Поэтому ничего нового. Давайте сделаем макияж. Вот что показывает, какие варианты есть. Вот это выглядит очень круто. Давайте попробуем вот это повторить. Шаг 1. Идеальный тон. Отбеливаем лицо. Шаг номер 2. Брови. Шаг номер 3. Глаза. Стрелки. Главное со второй не облажаться. И все нормально будет. Ресницы. Хорную помаду сделаю, когда уже приеду. Почему? Потому что у меня она отстойная, она съедается. Если что, не сумма, просто все губы будут, как будто я чернику выжрала. Вот. Поэтому сейчас немножко пудри добавляем. И пойдемте зацените, просто этот макияж выглядит очень здорово. И с колготкой. Сейчас мы будем людям раздавать колготки. Будем искать жертв. Кажется, я вижу жертву. Пойдемте дать мне колготки. Девушка, возьмите, пожалуйста, колготки. Как сать колготкой? Раздавать колготки. Если ты раздаешь колготки, то ты становишься колготкой. Ура, колготки! Вау! Так, даду себя до идеала. И пойду раздавать людям колготки. Ну все, теперь точно годка. Это похоже на правду. Я решила сделать так. Я буду сходить к рандомным людям, спрашивать у них, чтобы меня оценили одно для сети. Я буду уже как годка или как колготка. И если они будут давать правильные оценки, я буду давать им колготки, которые лежат в этом прекрасном пакете. А их у меня там много. Поэтому давайте, короче, будем спрашивать у людей годка или колготка. Больше годка или больше колготка? Оценить одно для сети. Больше годка, я считаю, 10 из 10 годов колготок. Ну ладно, выбирайте себе колготки. Ух ты! Несмотря. Вот это. Насколько процентом годка, насколько колготка? 9% колготка и на 1% годка. А, ну ладно, тогда вы выиграли сектор приз. Какой? Колготку. Ура! Ну все, я по... Я продолжаю ходить и раздавать людям колготки. В замен на то, что они оценивают мой аутфит, понимаете, ситуацию, да? Хочешь колготки? Да. Оценимый вид от 1 до 10 по шкале колготок. 100 колготок из 10? Ладно, бери. Спасибо. Какие эти колготки? Конечно, от тебя все-таки. Для этого нужно оценить мой год, который он уходит от 1 до 10. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Особенно для пенческа. Я вообще супер. Хорошо, подписка, лайк? Да. Хорошо, у вас есть колготка. Как раз. От 1 до 10. А что мне на сколько? А колготка или годка? Я думаю, у вас 9. А 9? Ладно, тебе тоже достается колготка. Раздаем колготки без смс и без регистрации. Мы продолжаем опрашивать людей, спрашивать, насколько колготок, колготок они оценивают мой лук и взамен отдаем ему колготки. Да, ребята, я действительно это снимаю. А какие, пожалуйста, мои годы на колготковый лук от 1 до 10? Я думаю, это 10. Пожалуйста, возьми колготки. Да. Такого мне сегодня еще никто не говорил. Ладно, выбирай колготку. Открывай. Итак, ситуация. Колготки закончились. Время уже поздняя ночь. А люди еще приходят и все хотят оценить мой лук. Поэтому к последнему человеку, который сегодня придет, ему достанется косметика. Девушка, у меня для вас просто особый дар есть. Он находится здесь. Там очень много косметики. Но вам для этого придется оценить мой годный вид от 1 до 10. 8. Блин, ну вот за 8 баллов я отдаю целый пакет косметики. Ребят, это вообще легально? Это вам. Вот как-то так выглядел мой день из жизни годки-колготки. Контент, который мы заслужили. Посмотрите мое видео «Один день живу 24 часа в черном цвете». Оно тоже хорошее. Да.